Если мы выведем качели из положения равновесия и отпустим их, они будут качаться с определенной собственной частотой. Чтобы раскачать качели посильнее, надо подталкивать их с такой же частотой, и тогда периодические внешние толчки попадут в такт с собственными колебаниями качелей. Сделаем опыт с качающимся маятником. Отведем его в сторону и отпустим. Маятник качается, делая 48 колебаний в минуту. Значит, собственная частота его колебаний равна 0,8 Гц. Мы подвесили маятник к генератору механических колебаний. Пусть генератор тоже работает на частоте 0,8 Гц. Посмотрите, как быстро и сильно раскачивается маятник. Раскачка собственных колебаний системы внешней силой, действующей на той же частоте, называется резонансом. Остановим маятник и уменьшим частоту всего на 0,1 Гц до 0,7 Гц. Маятник пытается раскачаться и тут же останавливается. Ведь теперь внешние толчки уже не попадают в такт с собственными колебаниями маятника. И раскачать его не удается. Наверное, вы все слышали историю о том, как рота солдат маршировала по мосту. Мост стал раскачиваться в ритме этого марша и обрушился. Оказывается, такие катастрофы происходили не раз. В армиях разных стран мира был издан приказ. При переходе через мост солдаты должны идти не в ногу. Упругие конструкции, такие как мост или крыло самолета, обычно обладают целым рядом собственных частот. И на каждой частоте может происходить резонансная раскачка колебаний. Для примера возьмем обруч из упругой ленты и установим его на генератор колебаний. Будем постепенно увеличивать частоту колебаний, начиная с 1 Гц. Частота поднялась до 5 Гц, и обруч вошел в первый резонанс. Идем дальше. Частота поднялась до 18 Гц. Это второй резонанс. Здесь хорошо видны узлы и пучности колеблющегося обруча. Идем еще дальше. Частота поднялась до 37 Гц. Это третий резонанс. Здесь узлов и пучностей стало еще больше. А еще рассказывают, что великий русский певец Федор Иванович Шаляпин силой своего голоса мог разбивать стаканы и бокалы. У бокала есть собственная частота колебаний. Вы услышите звук с этой частотой, если не сильно ударите ложечкой по краю бокала. Чтобы бокал разбился, певцу нужно подстроить частоту своего голоса под собственную частоту колебаний бокала. Стенки бокала начнут резонировать, раскачиваясь все сильнее и сильнее. И в конце концов бокал не выдержит возникающих в нем напряжений. Возьмем два камертона, настроенных на одну частоту, и поставим их друг напротив друга. Ударим по одному камертону. И зажмем его ножки. Вы слышите звук. Это звучит второй камертон. А ведь мы по нему не били. Дело в том, что первый камертон раскачал колебания своего резонаторного ящика. Этот звук по воздуху возбудил колебания второго резонаторного ящика. А от них загудел и сам второй камертон. Когда мы видим вот это изображение, это мексиканское землетрясение, мы видим, что маленькие здания разрушились, а большие стоят. В чем проблема? Это проблема в резонансе. Так что каждое здание резонирует с чем-то. Чтобы понять этот феномен, мы можем провести маленький эксперимент просто с автоматический электрический шуруповерт. И мы просто подключаем к нему эксцентрик. И мы видим, как работает эта система на масштабных зданиях. Мы видим, как большие здания резонируют, но мы увеличиваем скорость и начинают средние резонировать. И в конце концов еще увеличиваем скорость, и мы видим, как маленькое здание резонирует слишком много и разрушается, и дело не в фундаменте. И маленькое падает. И резонансная частота поможет нам срезонировать и предотвратить резонанс. Почему любые музыкальные инструменты и горны имеют такую форму? И чтобы ответить на этот вопрос, мы увеличили вот это до этого. И что мы получили? Вот такой звук. Без электричества. Просто такое увеличение за счет резонанса и частоты. О, мой бог! This is like eight months of work. That's the first time we've actually fired off. And that's behind! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Посмотрите, ее пытались взорвать Поэтому часть строения Обрушилась Углом Именно как на срезе Как на чертеже Поэтому Помимо прекрасной антенны Широкополосной Скалярной антенны В одну сторону повернута Для того, чтобы лучше воспринимать Сигнал, исходящий с востока С широким фронтом Хотя это не обязательно новым она дает вам возможность посмотреть как было устроено с типичное строение и устройство резонаторного контура посмотрите через изолятор то есть не соприкасаясь с заземлением антенна идет вниз и дальше продолжается спускаясь вниз так формируя так называемого строение близкое к строению лейденской башни то есть конденсатора такого большого конденсатора линская банка это такая церковь не в миниатюре затем идет резонаторы гернгольца который тоже резонирует внешняя обкладка конденсатора усиливает сигналы и передает на второй контур на второе большой купол в руборную антенну сигнал заряд неважно как это называется все вместе вибрации это и сигнал и энергия и заряд посмотрите внутри заземление токопроводящие шины которые не подвержены ржавению потому что у них есть свой заряд да и стали делали вечный практически посмотрите какие антенны на каждом были на фотографии над каждым из резонаторов чем хороша именно эта церковь спасибо вадиму из канал не официальная история у него есть хорошее видео вот там есть называемые голосники внутри голосе задание почему они называются голосники это такие кувшины встроенные купол для чего как работали звуком наши предки за звуком можно делать удивительные вещи можно сверлить отверстие любой формы практически любого размера чего невозможно обычно методные сейчас эти технологии скрыты почему-то вопрос кто я скрыл зачем посмотрите это было известно еще в шестидесятые годы купол это тот же самый резонатор геймгольдсу форма одинаковая и не просто так посмотрите у каждого купола есть своя резонирующая частота соответственно мы знаем на кой частоте работает земля и небо сигнал гоняется туда-сюда помимо большого купола всегда есть маленький подстроечный об этом чуть позже посмотрите даже в стенах на равном расстоянии устроены резонаторы геймгольдс вшиты голосники они в стенах и на уклонах на сводах подстройка под нужную частоту гляньте для чего это происходит хочу вам показать что не забывайте что этот шум в нем есть уже любые нужные частоты то есть это спектр всех частот то есть если мы настраиваем резонанс на какую-то чистоту то есть если мы ее возьмем то есть как генератор был бы контур да то есть вот вам простейший генератор если правильно контур настроить то сразу же получите из белого шума то есть из эфира радиоволнового например эту частоту если сделать фильтр вообще частотный то мы только будем брать нужную частоту для генерации вот этого или все я сегодня видите это здесь Продолжение следует... И постепенно начинаем поднимать частоту. Доходим до того момента, когда рисинки перестают дребезжать. Смотрим на частоту. Видим, что это 45 Гц. Такова настройка моего фазоинвертера. При дальнейшем повышении частоты видно, что рисинки опять начинают дребезжать. Это означает уход с резонансной частоты. Попробуем закрыть один из портов на резонансной частоте. И как видно, она уходит. Предположим, что наш сабвуфер не настроен. И мы хотим настроить его на частоту 38 Гц. Для этого сделаем простые трубки из бумаги, которые будут служить у нас портами. Если у вас отверстие одно, значит вам надо сделать одну трубку, которая будет являться у вас портом. Вставляем импровизированные порты в отверстия и пробегаемся по частотам от 20 до 100 Гц. Ища резонанс. Если резонанс наблюдается на частоте выше, чем которая нам нужна, то подрезаем трубки. Если резонанс ниже, чем надо, то трубки надо наоборот удлинять. Задача заключается в том, чтобы подобрать такую длину трубок, при которой рисинки на 38 Гц будут лежать и не проявлять никакой активности. Если не удается поймать момент затихания крупинок, то можно в небольшом диапазоне поиграться громкостью звука. Также есть несколько закономерностей. Чем шире отверстие, тем длиннее получают. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Они совершили это, используя энергии из-за реверного диаграмма и инвертируя Это не холл, но это полностью селеда. Это очень хорошая причина для этого. Потому что для того, чтобы работать в пассивной радиации, это должно быть селеда, потому что как это работает, это, что эти специалисты, которые делают их нормальные работы, они будут вибрировать и создать. Продолжение следует... 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 в формах и строений, и большинства Rose Window. Rose Window имеет форму иногда закручивающихся, иногда лепестков определенных. Форма соответствует резонансной частоте звука, выходящего оттуда. Посмотрите, это сабвуферы громадного размера, это акустические колонки, это купола-резонаторы, то есть резонирующие рупорные антенны, это фрактальные антенные решетки. Посмотрите, я не вижу тут строений, я вижу гигантский такой вибрационный какой-то завод, производящий энергию, и не только ее. Посмотрите, еще один пример, как один фазоинвертор, не посвященный ни к чему, вибрируется на той же частоте и улучшает, подстраивает чистоту другого. Сабвуфер это одно фазоинвертор или фазоинвертор, это другое. Один подключен, другой нет, смотрите, но вибрирует и второй, и не за счет воздуха, поймите. Поставьте две банки рядом в одну динамик, а динамик не подключенный на другой. Так вот, одна банка будет придавать волну другой, вибрации другой, и можно со второго динамика снимать энергию. На этом же принципе построен и нагреватель, один известный, который на акустике работает, и имеет КПД, не знаю, 7000. Примерно так, чуть позже расскажу о нем. Посмотрите, один большой купол, вертикальный резонатор, второй, третий и слева подстроечный. Всегда так, везде, на всех системах. Один большой, парочка подстроечных, резонаторных рядом. Всегда, неважно в каких храмах. В мусульманских мечетях тоже самое, посмотрите, резонаторные окошки, колонны, тоже по принципу золотого сечения. Резонаторы, купола, много яростных. Это одновременно и конденсаторы, и рубрные антенны, и вибрационные контуры. Великолепные, не всякий похвал. Вот второй купол подстроечный рядом. Вот тоже второй подстроечный купол с резонаторами рядом. Одна и та же система везде. Спасибо за внимание, всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok